Здравствуйте! Задерживают дыхание на протяжении дня, так или иначе, большинство. И задержка дыхания это неотъемлемый компонент в системе правильного дыхания. Благодаря которому получается основное количество кислорода для окисления принятой вами пищи и излечения из нее энергии солнца. И насколько вы можете задержать дыхание, это индикатор вашего уровня здоровья. Но! Если вы дыхание задерживаете правильно. Потому как если вы неправильно задерживаете дыхание, страдают легкие. Развивается эмфизема легких, пневмосклероз со всеми вытекающими отсюда последствиями. Но! Вам повезло! Вы смотрите правильное видео в школе доктора Скачко. В котором я, врач, фитотерапевт, диетолог Борис Скачко. Автор десятков опубликованных научных статей. Более 50 опубликованных книг и брошюр. Сотен видео в интернете. Расскажу вам, как же задерживать дыхание правильно. Чтобы ваше здоровье от этого не страдало. А было только крепче и лучше. Смотрите видео дальше. Ошибочно считается, что усвоение кислорода из воздуха происходит только во время вдоха. Газообмен легких идет постоянно. И во время вдоха, и во время выдоха, и во время задержки дыхания. При этом ваш организм покидает продукт сгорания органических субстратов. То есть улькислый газ или СО2. А на его место попадает О2. Кислород для окисления новых субстратов. Той пищи, которую вы съели. И для излечения из нее энергии солнца. При этом кислород размещается в двух объемах. Самое большое количество кислорода размещается в эритроцитах. Об этом знают все. Это переносчики кислорода. Основные переносчики. И несколько процентов кислорода растворяется в плазме крови. При определенных условиях растворяется значительно больше. Это очень важное местоположение кислорода. Которое можно использовать в вашем здоровом образе жизни. Или в более здоровом образе жизни. Об этом я расскажу в одном из последующих видео. А сейчас хочу все же рассказать. Какое же значение для вас имеет задержка дыхания. И большинство здоровых людей задержку дыхания вы даже не подозреваете. Вы ее совершаете регулярно. Вы делаете, как правило, вдох, выдох. И дальше следует небольшая задержка дыхания. Она обычно продолжается всего несколько секунд. Но! Если у вас эта задержка дыхания есть. То, скорее всего, кардиореспираторная система. Иными словами, легкие. Иными словами, сердечно-сосудистая система. Ну и состояние крови, как переносчик различных веществ. Главным в данном случае является кислород. Они находятся в достаточно хорошем состоянии. Если же цикл вдох-выдох идет у вас без задержки дыхания. Следует следующий вдох-выдох. Как правило, если вы посчитаете. У вас частота дыхания больше 12 в минуту. Иными словами, есть одышка. Ну, конечно, если вы процесс не контролируете сознательно. Можно, конечно, этот цикл растянуть так, что одно дыхательное движение, один цикл вдох-выдох будет продолжаться минуту и даже более. Я не говорю о людях, подготовленных в этом вопросе. Обычный среднестатистический человек делает вдох-выдох. И дальше вопрос. Есть задержка дыхания или нет? Если задержка дыхания есть, прекрасно. Если нет, такие видео со временем появятся на моем канале. Потому как одной регуляцией дыхания эти проблемы, как правило, не устранить. Нужно искать первопричину. Она может находиться либо в органах дыхания, либо в системе кровообращения, либо в системе кроветворения. И решать эту задачу. А вот как многие делают задержки дыхания? И какие результаты вы можете от этого получить? Об этом вы узнаете прямо сейчас. По времени задержки дыхания на выдохе можно оценить способность вашей крови переносить очень важный компонент кислород. Тест выполняется просто. Делаете обычный вдох, обычный выдох и задерживаете дыхание. Время круга оборота крови у взрослого человека примерно 23 секунды. У ребенка вдвое меньше, около 11 секунд. При этом эритроцит, взяв в легкий кислород, проскакивает большой круг в кровообращении и в ног возвращается в легкие за следующие порции кислорода. Если у вас желание вдохнуть появилось в этих пределах, прекрасно. Если появилось желание сделать вдох раньше, возможно, ваша кровь не до конца наполнена кислородом, ускорен в кровообращении, ускорен поток крови, а в крови эритроцитов мало и в плазме крови кислорода растворилось мало. Это повод обследовать дыхательную систему. Но в данном случае цифры-то не шедевральные, они не громадные. Все гонятся за большими цифрами, за максимальной задержкой дыхания. А ее на выдохе совершить очень тяжело. Обычно такую задержку производят именно на вдохе. И цифры могут быть разные. А чем это может закончиться, вы узнаете прямо сейчас. На значительно более продолжительное время можно задержать дыхание на вдохе. В легких обычного человека при полном вдохе может находиться около 4 литров воздуха. А это значит, что там находится примерно 800 мл кислорода. Которого должно хватить на ближайших 3-4 минуты. При снижении скорости обмена веществ кислорода хватит и на большее время. И вы можете не дышать, а пополнять его запасы через кожу. Но! Одно дело полное дыхательное движение и полный вдох. А другое дело задержка дыхания на вдохе. Разница есть и она существенная. Если в одном из своих предыдущих видео я схематически рисовал систему дыхания. Вот это альвеола. Нормальная, хорошая альвеола. Которая имеет такой сложный рельеф. Благодаря чему ее поверхность достаточно высока. Если же вы заполняете максимально дыхательную систему. И удерживаете легкие в состоянии максимального вдоха. Вот эти перегородки в альвеоле могут не выдержать. И она превратится в такое образование. Что это вам дает? Резко снижается дыхательная поверхность. Развивается эмфизема легких. Со всеми вытекающими отсюда негативными последствиями. Поэтому задерживать дыхание нужно. Задерживать дыхание можно. Но! Ни в коем случае не на максимальном вдохе. Иначе вы идете не сразу. Но к не самым простым последствиям. Которые ликвидировать обратного движения нет. Движение идет в одну сторону. А вот какие еще положительные моменты вы можете получить. При правильной задержке дыхания. Вы узнаете. Прямо сейчас. Какие же бонусы вы получаете? Правильно используя задержки дыхания. Бонус первый. Время. Если вы задерживаете дыхание после небольшого, но привычного вам выдоха. Желание вдохнуть. С которым и связаны физиологические перестройки в организме. Возникает значительно раньше. Чем если вы задерживаете дыхание после максимального вдоха. Бонус второй. Сохранение легочной ткани. Если вы задержку дыхания делаете опять-таки после небольшого выдоха. Легкие ваши не меняются. В то же время, когда вы делаете задержку дыхания максимально вдохнув, альвеолы постепенно разрушаются. И вы движетесь в сторону не самых простых заболеваний под названием эмфизема легких, пневмосклероз, который терапевтическими способами не лечится. Единственное лечение – пересадка легких. Бонус третий. Усиление кроветворения. Обмен веществ идет. Уровень кислорода в крови падает. Уровень углекислоты накапливается. И раздражение такой кровью костного мозга приводит к тому, что там усиленно размножаются и выбрасываются в кровь эритроциты. И повышается уровень гемоглобина. И если у вас была постгеморрагическая анемия, иными словами, было какое-то защитное кровотечение, то задержки дыхания при относительно высоком уровне здоровья приводят к быстрому восстановлению красной крови. И все прекрасно. Кому это особенно важно, тем у кого есть гипотония. Потому как гипотония и гипоксия, связанные с анемией, две больших проблемы, которые резко нарушают качество жизни и работоспособность. Еще очень важно, тем у кого есть атеросклероз сосудов, либо намек на него. А это мужчины в возрасте от 20, женщины в возрасте от 35 лет. Просто по современным исследованиям, атеросклероз сосудов у мужчин стартует с возраста 20 лет, а гормональные нарушения у женщин, которые не предупреждают развитие атеросклероза сосудов, стартуют с 35 лет. Бонус четвертый. Снижение артериального давления. Накопление в крови углекислоты приводит к тому, что эластичные сосуды расширяются и уровень артериального давления снижается. И если вы гипертоник с хорошими сосудами без явления атеросклероза, вы получили плюс. Если вы гипотоник, вы получили минус. Давление может снизиться. И тут нужно правильно это использовать. Если же у вас даже нормальное, пониженное, повышенное артериальное давление, но есть атеросклероз сосудов, вам в данном случае такой способ лечения противопоказан. Потому как есть синдром обкрадывания. Часть сосудов нарушена, их эластичность из-за атеросклероза. Часть сосудов в хорошем состоянии. Уликислогаз подействует на эти. Он расширит, улучшит поток крови через эластичные сосуды. И уменьшит через те, где есть атеросклероз. В итоге очень легко обострить или выявить ишемическую болезнь сердца. Если атеросклероз сосудов в сердце присутствует. Или заработать инсульт, если есть атеросклероз сосудов головного мозга. Либо инфаркт почки. Там тоже бывает атеросклероз. И там тоже бывают достаточно грубые нарушения. Еще один бонус. Если вы имеете хорошее здоровье. Небольшое повышение уровня гемоглобина и количества эридроцитов вам не повредит. Потому как ваша кровь переносит нужное количество кислорода. Обмен веществ не тормозит. И вы более молодой человек. Обмен веществ у вас идет как у более молодого человека. Более того, реже возникают онкологические заболевания, которые возникают при частично небольшой гипоксии. Часть из них может возникать. Если не хватает кислорода, клетке проще, чем ждать кислород, перейти на бескислородный путь обмена веществ. Тем более, что мотиваторы в виде канцерогенов сегодня присутствуют в окружающей человекосреде. И могут поступать как с воздухом, так с водой, так и с продуктами питания. Поэтому небольшой такой бонус, небольшой такой толчок в плане увеличения вашей крови переносить кислород очень важен. И очень важен как со стороны эридроцитов, так и со стороны плазмы крови. Увеличить способность ваших эридроцитов переносить кислород может задержка дыхания. Увеличить способность плазмы крови переносить кислород могут другие методы. И, к сожалению, это не в домашних условиях. Хотя это аппаратные методы воздействия. Но об этом будет одно из ближайших видео. Я расскажу, как это делать правильно. Конечно, если вы злоупотребляете задержками дыхания, количество эритроцитов, гемоглобина может расти дальше. И это увеличивает вязкость крови. Нагрузка на мотор, нагрузка на сосуды. И хорошо, если они эластичны, если они спокойно обращаются с внезапно увеличенным количеством крови. Это помогает в задержке дыхания, помогают спортсменам. Перед соревнованиями вы можете провести такое крововливание себе. И увеличить физическую работоспособность. Это тоже достаточно хороший плюс. И вот на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать. С привычным подписчиком моего канала словами. Крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения. Подписчики уведомления о следующем видео получат в почту. Те, кто не подписался, заходите на канал. Буду вам рад. А в следующем видео вы узнаете, что такое мертвое пространство. И как им правильно пользоваться. Для вашего здоровья и активного долголетия. До новых встреч на моем канале. До новых встреч на моем канале.